В Одинцово есть несколько муниципальных учреждений, без которых жизнь в нашем городском поселении сложно себе представить. Одно из них – МБУ Одинцовское городское хозяйство и благоустройство. Предприятие решает большой перечень важных задач. Сбор и вывоз ТБУ и КВМ, санитарная вырубка сухостойных аварийных деревьев, переработка, утилизация деревьевских отходов, содержание газонов, уборка мусора, снега, налеги из пешеходных дорожек, татуаров, дорог. Содержание уличных хоров. Помимо этих типично городских мероприятий, в обязанности МБУ входит ликвидация стихийных свалок и последствия стихийных бедствий. Сегодня на предприятии работает 370 человек. Четыре специализированные бригады на регулярной основе обслуживают 10 территориальных зон. Плюс к этому за последнее время выполнено 820 обращений, полученных через портал Добродел. Начальник отдела по благоустройству и озеленению территории Наталья Ухова в своем докладе отметила, что работа этого структурного подразделения администрации строится в плотном контакте с общественностью. В 2016 году сотрудники отдела подготовили 32 технических задания с последующим заключением контрактов и договоров на сумму около 100 миллионов рублей. Выполнялись работы по уборке снега в зимний период с общей площадью 69 229 метров квадратных и вывоз снега объемом 1173 кубических метра. Производилась обработка покрытий противогололедным составом, выкашивание газонов площадью 44 619 метров квадратным. Проведена посадка цветочной рассады в общем количестве 444 564 штуки. Обсуждая вопрос подтопления территории, мэр города Александр Гусев отметил, что очень часто причиной проблемы становится закупоривание решеток ливнестоков. Потому что это обычная история, когда сильный ветер листовый веточки сбивает, и они по ручьям утекут и решетку закрывают, поэтому нужно собираться. Нужно вовремя просто убирать этот мусор с решетки, чтобы его не было. Поэтому сразу же отзванивайтесь. В большинстве даже самых проблемных мест вода после окончания дождя уходила в течение получаса. Учитывая тропическую силу июльских осадков, это можно считать неплохим результатом. Отдельная головная боль городских властей – микрорайон «Гусарская баллада». Если раньше у нас 8 часов было, гусарка стояла, то сейчас мы там же байпас сделали, насос, очень дорогостоящие оборудования, просто за 2 часа откачали. Но 2 часа все равно вода стоит, и людям приходится неудобство это терпеть. Но, наверное, терпеть еще придется, потому что там неверно выполнено строительство ливневой канализации, поскольку застройщик убег, его сейчас не найти уже. Но когда будем восстанавливать, пока, сказать, тяжело, это большие средства. Также в ходе совещания были рассмотрены вопросы бюджетной политики и участие поселения в губернаторской премии «Наше Подмосковье». Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Можно подтвердить. Продолжение следует...